Опа, сейчас переведу. Привет, и добро пожаловать на канал «Вокалист». Для тех, кто тут впервые, меня зовут Беттани, я учитель по вокалу. Большинство моих видео на этом канале являются реакциями, но также я люблю говорить о технике, об артистизме и всё, что связано с хорошим пением. Итак, реальная причина, почему мы сегодня собрались? Барабанный дробь, пожалуйста. Димаш. Слова не могут описать, насколько это было сложно для меня не слушать другие его песни. Ребята, вы дали мне так много рекомендаций по поводу того, что мне дальше послушать из его репертуара. Было несколько топ-рекомендаций, но в конце концов его выступление со «Славянского базара» с песней «СОС» вышло победителем. И именно это выступление мы сегодня и посмотрим. И я пытаюсь меньше останавливать, ребята. Пожалуйста, поймите, что я не знаком с песней, и поэтому, если я вдруг остановлю во время какой-нибудь ноты, то я сделаю всё, чтобы вернуться и послушать эту часть заново. На сегодня довольность меня интро. Давайте начнём это видео. Я быстренько отмечу, извиняюсь, что остановил. Я был настолько занят и сильно вовлечён в перевод, то, что я даже не смотрел её реакцию, поэтому сейчас мы вместе и посмотрим её реакцию. ПЕСНЯ 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 Мне понравилось, как в начале этой песни он пел очень чисто и прямо. Его тон не звучал, как будто бы он был на придыхании. Его тон был... Его тон звучал очень легко. Но в то же время у этого тона было очень много сфокусированности и энергии. И вы сами можете увидеть, насколько хорошее у него позиционирование. Я обязательно вернусь обратно. Но просто сама способность перейти из этого очень красивого головного голоса в более такой богатый грудной голос, это очень сложно. И я думаю, одна из причин, почему это очень удивительно смотреть на него, когда он это делает, так это потому, что по его лицу не скажешь, что это очень сложно. Для него это просто раз и два. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Окей, ещё одна вещь, Которую я хочу отметить и мне придётся немного перемотать обратно. В большинстве случаев, когда мужчины поют в своем фальцете, есть такая тенденция, что когда они поют, они начинают напрягать или ограничивать свою глотку. Нам нужна просто открытая глотка, чтобы звук был очень красивым и теплым. И здесь вы можете увидеть, насколько у него все расслаблено. И еще одна вещь, которую стоит отметить, это позиция его языка. И я знаю, что мы об этом говорим часто, но когда дело доходит до мужчин, поищу к головным голосам или к фальцетам, в большинстве случаев вы увидите невероятно высокое положение языка. И это нам не нужно, нам нужно высокое положение и расслабленное. И если ваш язык настолько... Положение языка. Высок, что он касается мягкого неба, то вы получите звук, который также проходит через нос. Вместо этого красивого открытого звука, который производит больше обертонов и большую громкость. Так что здесь он выполняет очень великолепную работу. Я перемотаю немного обратно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окей, погодите. Я просто влюбилась в его миксовый голос. Его этот миксовый голос дает мне мурашки каждый раз. Этот голос такой крутой и такой мощный. Когда я смотрела это, моя первая мысль была такова. Я знаю, что его родители оперные певцы, и я знаю, что у него было очень много тренировок. Возможно, вы, ребята, знаете ответ на этот вопрос. Мне бы очень хотелось знать, есть ли у него записи, где он поет Моцарта или Доницетти, ну, либо там, допустим, арии Легера Теннера и западной оперы. Потому что, когда он вернулся в свой грудной голос, вы могли услышать его классическую сторону голоса. Но просто звучит так, как будто он вдохнул бы новую жизнь во все эти арии, которые мы слышали. Миллионы раз. А также было круто услышать его разговорный голос. Поэтому давайте я вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он делает одну вещь, которая очень поражает меня. И это то, насколько он приземлен в своем теле. Что, я представляю, так и должно быть, чтобы иметь такой широкий и разнообразный экстремальный диапазон. Но быть приземленным в своем теле дает вам следующее преимущество. У вас будет дополнительная поддержка и контроль. А также спокойствие. Особенно, когда вы выступаете с очень сложной песней. Хотя я не знаю, является ли эта песня для него сложной. Он этого не показывает. Давайте-ка вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Окей, давайте я... Я даже не знаю, смогу ли я это найти. Он только что прошелся по стольким многим вещам за раз. Окей, давайте посмотрим, что же мы нашли. Окей, вот здесь очень красивый ран. Невероятная гибкость. Обожаю это. Вот видите, я же не знаю эту песню, поэтому мне придется отмотать еще назад. Я хочу пойти вот сюда. Окей. Вот это, когда он в первый раз вернулся в свой грудной голос, я была готова к этому. Это был такой очень красивый паритон-циретенорный звук, который я ожидала в его грудном голосе. Но это... Вообще нет. Это было шокирующе. Я замечу об одной технике, которая является очень крутой. Когда вы скругляете свои губы, ваши голосовые пути удлиняются, и брать низкие ноты становится легче. Не то чтобы ему надо, чтобы они были легкими, это просто очень хороший способ держать все под контролем. Обожаю этот звук. И когда он поднялся в этот микс, он сделал очень красивый переход обратно вниз. Я вам сейчас покажу. Микс. There it is. And then back in that chest voice. И этот риф, который был в конце, его было достаточно, чтобы добавить что-то особенное к этой песне. И не для того, чтобы показать его способности, а для того, чтобы просто передать эмоции. Я обожаю все это. Окей, значит так. Я продолжила смотреть это видео после того, как он закончил петь, чтобы я могла услышать его разговорный голос. И мне просто нравится, насколько резонирующим и богатым является его голос. Вы даже можете услышать эту технику, когда он просто разговаривает. Многие из вас наверняка уже знают, что я никогда раньше о Димаше не слышала. Ну, по крайней мере, до недавнего времени. Несколько недель назад. А потом я поняла, что он очень известен в некоторых частях мира. И после этого я решила поспрашивать своих знакомых и коллег о нем. И я была просто шокирована тем, насколько мало людей его знает. Ну, по крайней мере, здесь, в Штатах. И это такой позор. И это наносит такой вред музыкальному сообществу. Он до сих пор находится на начальной стадии своей карьеры. И я предполагаю, что у его лейбла есть планы зайти на американский рынок. Я уверена, что по миру есть просто миллионы Диерсов, которые знают, что это просто вопрос времени. Но я просто безумно взволнованно жду тот момент, когда его карьера получит огромную популярность здесь, в Штатах. Просто есть очень много людей, которым было бы полезно услышать, как он поет, и которые могли бы учиться у него. И просто все, все, все остальное. Кстати, говоря о Диерсах, я просто хочу сделать комментарий. Когда я впервые узнала, что Димаш дал своим фанатам имя Диерс, я была немного ошеломлена тем, насколько это было мило. Я думаю, что имена, которые даются определенным группам, они основаны на том, какой артист им нравится. И в этом нет ничего плохого. Но я думаю, что это говорит обо многом о характере Димаша. Не то, чтобы я знаю его лично, его фанатам было дано имя, которое вообще не связано с его собственным именем, а наоборот, это знак выражения привязанности. Это просто такое слово, которое используется по отношению бабушки, либо любимого человека. Это очень такое личное слово. Если говорить очень коротко и не по-философски, то ей очень понравилось. Ей очень понравилось то, что Димаш называет своих фанатов, то есть нас, а потом она говорит, что она, скорее всего, будет слушать песню Stranger, и ей очень интересно послушать эту песню, так как она думает, что когда композитор возвращается, как бы, с пенсии для того, чтобы дальше писать музыку, то это очень круто. Ну, поживем, увидим. Да, поживем и увидим. Наверное, она уже сделала реакцию, я не смотрел, не знаю. И не могу не заметить, насколько идиотская у меня сейчас прическа. Ну, я еще не разобрался, как мне надо стричься. Ну, это не суть. Суть в том, что понравилась ли вам эта реакция или нет. Потому что мне эта реакция понравилась. Она такая... Бэттани, она такая очень искренняя, как, допустим, The Fairy Voice Mother. Ее выражение лица. Это все... Нельзя такое симитировать. Нельзя такое сфальшивить, коротко говоря. Ну, у меня на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписываться, пожалуйста. И, как всегда, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok